Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Судя по количеству заболевших, профессия священника стала опасной. Если посмотреть на статистику, ну начиная с 90-х годов, то в принципе профессия священника даже для жизни, для насильственного окончания жизни является одной из самых опасных в России. Тут можно сказать, что погибают на производстве люди, или журналистов за журналистские расследования тоже преследуют и тоже погибают. А священников вроде не так много погибает. Но измеряется же в процентном отношении. Общее количество священников, общее количество убитых священников смотрим, куда опаснее, чем профессия журналиста. Но тем не менее является ли она опасной для среднестатистического священника? Нет, сейчас в принципе не времена гонений. Если мы посмотрим во времена гонений, что во времена раннехристианские, что при Сталине, тогда конечно священников уничтожали в первую очередь. И профессия священника была, наверное, самой опасной в нашей богоспасаемой державе, уклонившейся от почитания Бога к ложным богоборческим идеалам. Так вот, сейчас ситуация нам всегда, нам кажется, что у нас самая тяжелая ситуация. Нет, не всегда. И, конечно, мне как священник тоже охота вот все там может похвалить. Ой, вот мы священники, как мы там рискуем, как нам там опасно и так далее. Но, тем не менее, не стоит. Конечно, лучше всего христианину хвалить не себя, а тех, кто рядом с собой. То есть, конечно, надо поддерживать, надо поддерживать священника. Надо поддерживать и молиться, и благодарить Господа за самоотверженных врачей, надо. За спасателей надо, за пожарных во время пожара надо, за военных во время боевых действий. Конечно, надо. Все может быть опасно. Тем не менее, священнику может в чем-то даже проще, чем другим, потому что у священника есть явный ориентир. Вот я всегда помню, и эта фраза, она актуальна не только для священника, но и каждый христианин ее должен на себя примерять. Но и священник прежде всего. Что говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам? Четвертая глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Это еще перевод, вот на подсоконнославянский даже лучше, мне кажется, звучит. «Подобни мне бывайте, как и аз Христу». Что апостол Павел говорит о некотором уподоблении, о том, чтобы быть так, как Христос. Христос, он Бог, един из Святой Троицы, пребывает в вечном блаженстве. Когда Господь берет и принимает нашу человеческую природу, воплощается, рождается, что мы празднуем. Для нас Рождество праздник, Господь пришел в мир. Когда Господь идет на крест, на смерть, на страдания, это опасно-опасно. Безопасно править миром и быть вне него. Опасно в этим мир исполненные греха. Но, тем не менее, Господь показывает, что по любви можно не обращать внимания на опасность, если ты служишь ближнему. И поэтому Христос послужил ближнему, и никто не может послужить, как он. Ну да, апостол Павел, который был гонителем, а потом ревностно служил, проповедовал, его камнями забрасывали, там через стену в корзине спускался он, в кораблекрушение попадал сам, вспоминает свои какие-то злоключения. Но он, как говорил, не я живу, но живет во мне Христос. Потому что он шел, проповедовал, кто-то из священников современных, но приблизился к нему по множеству его проповедей, его трудов, его бессонных ночей, его злоключений, его заточений в темницах, и количество обращенных к Богу людей, конечно, нет. Но, тем не менее, и апостол Павел даже рядом тоже со Христом не стоял, потому что Христос абсолютное совершенство. Но каждый священник должен стараться, стараться быть немножко как святые люди, как апостолы, как сам Господь и Спаситель наш. Кроме того, точно так же и каждый мирянин может уже отборачиваться и на Христа, и на апостола Павла, и даже на своего батюшка, на своего духовника, и тоже его поддерживать, тоже ему поддержку оказывать. Точно так же, как Господь берет и обращается к своему небесному Отцу, к самому ближайшей личности, тоже личности одной из лиц Святой Троицы, к Богу Отцу, и просит, и обращается на кресте, «Боже, Боже мой, вскую оставил ми и си», что вот это некоторый момент, который нуждается в поддержке. А если сам Христос, Спаситель мира совершенный, нуждался в поддержке, то и точно так же священник, он нуждается вот в такие тяжелые, опасные ситуации в поддержке. Поэтому тоже, если вы знаете, что кто-то из ваших батюшек заболел, обязательно поддержите, помолите вместе за него. Возможно, ему понадобится какая-то материальная помощь. Тоже, если вы знаете, что нет, батюшка вот вроде не болеет, но тоже он закрыт, в закрытом храме служит. Подумайте, каково сейчас его семье. Может, тоже нужна какая-то ему поддержка, даже в том числе какая-то элементарная финансовая. Потому что опасно это не то, что какая-то физическая опасность. Опасно это ты чувствуешь, когда тебя покинули. Господь Бог на кресте не боялся того, что его руки были пробиты гвоздями, но он боялся, что вот он оставлен, что его ученики апостолы разбежались, и что даже Бога Отца, поскольку смерть – это последствия греха всего человеческого рода, и смерть, а грех совершенно Богу не причастен, то действительно Господь, приближаясь к смерти, чувствовал, что Бога в момент смерти нет, потому что Бог – он жизнь, источник жизни, что он то, что делает это как раз то, что он от своего божества, наоборот, на свое человечество делает некоторый акцент. Мы же, наоборот, должны брать и чувствовать некоторое единство и побеждать вот эту угрозу смерти, угрозу эпидемии тем, что мы поддерживаем. Поддерживаем молитвы, поддерживаем делами, поддерживаем какими-то даже материальными средствами своих священников. Это действительно важно. Это важно, потому что опасность, прежде всего, Господь говорит, не бойтесь убивающих тела, опасность – это то, что может навредить душе, и опаснее всего, если священник упадет в уныние. Поэтому подбадривайте своих батюшек, пишите им, не грустные какие-то, ой, батюшка, как все плохо и так далее. Напишите что-то бодрое, радостное. Для меня, вот, например, на фоне сижу, переживаю, у меня друга в реанимацию кладут, у него поступили, 39 не сбивается температура, вот, и папа в той же самой больнице мой лежит, и тоже за неделю уже привык даже переживать за него. И для меня, знаете, какой радостью было, когда одна прихожанка прислала батюшка, родился мальчик у меня в этот момент. Да, вот это такая радость, которая перевешивает. Поэтому я абсолютно не боюсь, что где-то вот придется, там, вот, ну, может, заразиться, там, Господь меня призовет, но если Господь посчитает нужным, что да. А вот в какие-то моменты текущие, когда чувствуешь, что можешь просить, вот тут поддержка очень нужна и очень важна. И мы должны носить тяготы друг другу. Если каждый будет носить тяготу каждого, то действительно мы Царство Небесное на земле хоть и не построим, но все-таки Церковь — это отблеск Царства Небесного на земле, и поэтому она должна быть немножко другой, не как окружающий мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова